Дмитрий, мамин сибиряк. Алёнушкины сказки. Сказка про комара Комаровича Длинный нос и про мохнатого Мишу Короткий хвост. Это случилось в самый полдень, когда все комары спрятались от жары в болото. Комар Комарович Длинный нос прикорнул под широким листом и заснул. Спит и слышит отчаянный крик. «Ох, батюшки, ой, караул!» Комар Комарович выскочил из-под листа и тоже закричал. «Что случилось? Что вы орёте?» А комары летают, жужжат, пищат. Ничего разобрать нельзя. «Ой, батюшки, пришёл в наше болото медведь и завалился спать. Как лёг в траву, так сейчас же задавил пятьсот комаров. Как дохнул, проглотил целую сотню!» «Ой, беда, братцы! Мы едва унесли от него ноги, а то всех бы передавил!» Комар Комарович Длинный нос сразу рассердился. Рассердился и на медведя, и на глупых комаров, которые пищали бестолку. «Эй, вы перестаньте пищать!» Крикнул он. «Вот я сейчас пойду и прогоню медведя. Очень просто! А вы орёте только напрасно!» Ещё сильнее рассердился комар Комарович и полетел. Действительно, в болоте лежал медведь. «Эй, дядя, ты это куда забрался?» Закричал комар Комарович на весь лес, да так громко, что даже самому сделалось страшно. Мохнатый Миша открыл один глаз. Никого не видно. Открыл другой глаз. Миша едва рассмотрел, что летает комар над самым его носом. «Что тебе нужно, приятель?» Заворчал Миша. И тоже начал сердиться. «Как же! Только расположился отдохнуть, а тут какой-то негодяй пищит. «Эй, уходи по-добру, по-здорову, дядя!» Миша открыл оба глаза. Посмотрел на нахало. Фыркнул носом и окончательно рассердился. «Да что тебе нужно, негодная тварь!» Зарычал он. «Уходи из нашего места, а то я шутить не люблю. Вместе с шубой тебя съем!» Медведю сделалось смешно. Перевалился он на другой бок, закрыл морду лапой и сейчас же захрапел. Полетел комар-комарович обратно к своим комарам и трубит на все болото. «Ловко я напугал мохнатого Мишку. В другой раз не придет!» Подивились комары и спрашивают. «Но сейчас-то медведь где?» «Не знаю, братцы, сильно струсил, когда я ему сказал, что съем, если не уйдет. Ведь я шутить не люблю!» Я так прямо и сказал «съем!» Боюсь, как бы он не окалел со страху, пока я к вам летаю. Что ж, сам виноват!» Запищали все комары, зажужжали и долго спорили, как им быть с невежей медведем. Никогда еще в болоте не было такого страшного шума. Пищали-пищали и решили выгнать медведя из болота. «Пусть идет к себе домой в лес. Там и спит, а болото наше, еще отцы и деты наши вот в этом болоте жили». Одна благоразумная старушка-комариха посоветовала было оставить медведя в покое. Пусть его лежит, а когда выспится, сам уйдет. Но на нее все так накинулись, что бедная едва успела спрятаться. «Идем, братцы!» Кричал больше всех комар-комарович. «Мы ему покажем, да!» Полетели комары за комар-комаровичем. Летят и пищат, даже самим страшно делается. Прилетели, смотрят. А медведь лежит и не шевелится. «Ну, я так и говорил. Умер, бедняга, со страху!» Похвастался комар-комарович. «Ай, даже жаль немножко. Вон, какой здоровый медведище!» «Да он спит, братцы!» Пропищал маленький комаришка, подлетевший к самому медвежьему носу и чуть не втянутый туда, как в форточку. «Ах, бесстыдник! Ах, бессовестный!» Пищали все комары разом и подняли ужасный гвалт. «Пятьсот комаров задавил, сто комаров проглотил, а сам спит, как ни в чем не бывало!» А мохнатый Миша спит себе, да носом посвистывает. «Он притворяется, что спит!» крикнул комар-комарович. И полетел на медведя. «Вот, я ему сейчас покажу! Эй, дядя! Будет притворяться!» Как налетит комар-комарович, как вопьет со своим длинным носом прямо в черный медвежий нос! Миша так и вскочил. «Хвать лапой по носу!» А комар-комаровича как ни бывало! «Что, дядя, не понравилось?» пищит комар-комарович. «Уходи, а то хуже будет!» «Я теперь не один!» Комар-комарович длинный нос, а прилетели со мной и дедушка, комарище длинный носище, и младший брат комаришка длинный носишка. «Уходи, дядя!» «А я не уйду!» закричал медведь, усаживаясь на задние лапы. «Я вас всех передавлю!» «Ой, дядя, напрасно хвастаешь!» Опять полетел комар-комарович и впился медведю прямо в глаз. Заревел медведь от боли, хватил себя лапой по морде и опять в лапе ничего, только чуть глаз себе не вырвал когтем. А комар-комарович вьется над самым медвежьим ухом и пищит. «Я тебя съем, дядя!» Рассердился окончательно Миша. Выворотил он вместе с корнем целую березу и принялся колотить ею комаров. Так и ломит со всего плеча, бил-бил, даже устал. А ни одного убитого комара нет. Все вьются над ним и пищат. Тогда ухватил Миша тяжелый камень и запустил им в комаров. Опять толку нет. «Что, взял, дядя?» пищал комар-комарович. «А я тебя все-таки съем!» Долго ли, коротко ли, сражался Миша с комарами. Только шуму было много. Далеко был слышен медвежий рев. А сколько он деревьев вырвал, сколько камней выворотил. Все ему хотелось зацепить первого комара-комаровича. Ведь вот тут он над самым ухом вьется. А хватит медведь лапой и опять ничего. Только всю морду себе в кровь и сцарапал. Обессилел, наконец, Миша. Присел он на задние лапы, фыркнул и придумал новую штуку. «Давай кататься по траве, чтобы передавить все комариное царство!» Катался-катался Миша, однако из этого ничего не вышло. А то только еще больше устал он. Тогда медведь спрятал морду в мох. Вышло того хуже. Комары вцепились в медвежий хвост окончательно рассверепел медведь. «Постойте, вот я вам задам!» заревел он. Так, что за пять верст было слышно. «Я вам покажу штуку! Я, я, я!» Отступили комары и ждут, что будет. А Миша на дерево вскарабкался, как акробат. Засел на самый толстый сук и ревет. «Ну-ка подступитесь теперь, ко мне, все носы пообломаю!» Засмеялись комары тонкими голосами и бросились на медведя уже всем войском. Пищат, кружатся, лезут. Отбивался, отбивался Миша, проглотил нечаянно штук сто комариного войска, закашлялся, да как сорвется, сука, точно мешок. Однако поднялся, почесал ушибленный бок и говорит. «Ну что, взяли? Видели, как я ловко с дерева прыгаю?» Еще тоньше засмеялись комары, а комар-комарович так и трубит. «Я тебя съем! Съем! Я тебя съем! Съем! Съем!» Изнемог окончательно медведь выбился из сил, а уходить из болота стыдно. Сидит он на задних лапах и только глазами моргает. Выручила его из беды лягушка. Выскочила из-под кочки, присела на задние лапки и говорит. «Охота вам, Михаил Иванович, беспокоит себя напрасно, не обращайте вы внимания на этих дряных комаришек, не стоит!» «А то не стоит!» обрадовался медведь. «И это так! Пусть-ка они ко мне в берлогу придут! Да я, я!» Как повернется Миша, как побежит из болота, а комар-комарович длинный нос летит за ним, летит и кричит. «Ой, брат, содержите! убежит медведь!» «Держите!» Собрались все комары, посоветовались и решили. «Не стоит!» «Пусть его уходит!» «Ведь болото-то осталось за нами!» Субтитры создавал DimaTorzok» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok